здравствуйте дорогие друзья это обзор самых основных степеней окисления которые встречаются в теме окислительно восстановительной реакции на егэ сразу нужно оговорить несколько вещей во первых этот обзор не претендует на абсолютно всеохватывающую полноту я собрал некоторые самые основные такие переходы степени окисления это выглядит чудовищно но даже эта таблица этот перечень не может претендовать на полноту первое второе мы здесь будем давать ну как бы оценки до окислительно-восстановительной активности той или иной степени окисления опять же нужно понимать что это очень 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 условно просто уловить тенденцию никаких там термодинамических расчетов я не проводил и по баллам их там не расставлял то есть эта оценка такая грубая просто уловить тенденцию то есть фактологически она может быть даже ошибочной но эта ошибка дни будет губительно именно вот формате егэ итак начнем начнем первая группа первая группа первая группа она у нас открывается водородом водородом что может сделать водород он не металл с одной стороны на то есть он принадлежит к той более так сказать агрессивной и менее податливой группе чем маленькие слабые беззащитные металлы с ушками но в то же время среди самих не металлов он как бы особым авторитетом не пользуется придет сера она его съест придет углерод даже который тоже там не особо такой опасный он его съест ch4 будет на фосфор ну фосфор как бы формате егэ напрямую не реагирует шире есть варианты но тоже так или иначе он его съест кислород подавно съест галогены его все съедят то есть всех них он накормит и свой единственный вот этот несчастный 1s1 электрон отдаст отдаст кого он сам будет есть но он мог бы съесть бора потому что убору по моему еще меньше электроотрицательность набор напрямую с водородом у нас не реагирует да нельзя вообще боров егэ слава богу мало на кого он может напасть и кого он может съесть но на металлов более менее активных которые могут с ним произвзаимодействовать это так примерно до магния то есть алюминий у нас уже сбор с водородом напрямую не реагируют гидриды алюминия вот эти там алюминий h3 литий алюминий h4 комплексных обменом получают берили уже не будет но металлы поактивнее подоступнее он сам может съесть забрать электрон и перейти как бы в минус в гидрид вот этот анион то есть у нас три степени окисления у водорода ходовых про 0 то есть что мы больше скажем ну окислителем он может быть но кого он окислять будет металла да кстати давайте введем вот эти обозначения и где-нибудь в сторонке не здесь а где-нибудь в сторонке у нас будет о окислитель в восстановитель окислитель в восстановитель еще будет о очень тоже его но они не будут там перемешиваться сл слабый с сильный да давайте вот эти обозначения условные введем сразу с вами вот то есть что мы таким образом проводород ну восстановительные свойства для него характерны гораздо больше чем окислительные то есть можно поставить ему восстановитель можно даже с сильный восстановитель тут опять же смотрите смотря какой водород мы имеем в виду если атом атомарный на тут не надо ничего писать тут оставьте место для остальных элементов это либо где-то в сторонке либо пока просто так на заметку есть водород атомарный который инсит у вас у нас вырабатывается вот это очень сильный восстановитель очень сильный восстановителя много чего может вытащить ну молекулярный h2 ему давайте поставим просто восстановитель после вы очень надо расшевелить он менее активный менее такой хуже участвует во всяких реакциях вот аж с плюсом смотрите может ли это быть восстановителем нет восстановителем это быть уже не может водород отдал все что у него было единственный свой один из один этот электрон он отдал то есть восстановителем это быть не может в принципе ему нечего оставать отдавать тем более для вода вообще один протон остался уже ядро там электронов вообще нет чё никого не уже никогда не восстановит то есть только он может забирать электроны то есть эта штука может быть только окислителем только его можно только накормить самого но насколько сильный это будет окислитель очень как вы понимаете слабый у кого он может окислить вы помните у нас есть реакция тоже не надо тут ее писать просто напоминаю давно активные металлы какой нибудь цинк плюс h-хлор вот они мол там растворяются да то есть более менее активные металлы стоящие в ряду активности до водорода так вот окислитель у нас красным плюс вот он покушал стал нулем за счет кого он покушал за счет от этого цинка который стал плюс 2 да то есть вот восстановление идет цинком водорода да вот этот вот набор металлов стоящий в ряду активности до водорода они будут являться для него восстановителями они его покормят но в целом вряд ли вы будете вот вам надо что-то окислить я закину я там аж хлор протон закину окислять с протоном буду что-то окислять ну не вот типовым классическим окислителем он не является да то есть надо понимать когда мы ставим тут очень слабый там или вообще мы будем ставить там не окислитель надо понимать условность этого всегда можно найти вариант за несколько за несколькими исключениями где он так сработает мы говорим только о тенденции о самом типичном о самом основном вот в самом основном ракурсе фокусе да это у нас ну давайте поставим очень слабый окислитель или просто слабый окислитель или очень слабые так плюс-минус очень понятно главное 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 тенденцию уловить слабый окислитель очень слабые кислитель чем для него нетипично окислитель окисляющее поведение редко гидритон смотрите то есть нас водород в нул это восстановитель довольно хороший да то есть водороды лоба у нас первая ассоциация с водородом восстановитель даже и он и металлов он восстанавливает из всякой руды там и так далее на то есть феррум 2o3 плюс h2 у нас феррум и h2o берет на себя этот кислород он ему вытащит а уж водород с минусом то есть он так вот такой бегает значит этот карапуз в основном у него конфеты отбирают он мало у кого может отобрать можно только еще еще более маленького карапуза там еще более беззащитного металла какого-нибудь это вообще там вообще маленький карапуз еще более беззащитный а так все его обижают а тут бегать на даже карапуз так он еще размахивать пятитысячной купюрой ну понятно что долго он так не пробегает и вот эту пятитысячную купюру вот эти излишки нехорошие до которую тут у себя запас вот этот хомячок за щечками и такие орешки спрятал электрончики но конечно очень быстро раскулачат это даже можно поставить очень сильный восстановитель гидриды это сильные восстановители могут даже по моему загореться ужас ужас вот это по поводу водорода кто у нас дальше дальше у нас литий металлы слава богу у нас отрицательных степеней окисления вообще не имеют в рамках вега ну может быть отрицательный заряд когда он кисло в кислоту льюиса входит там чего-нибудь любой донорно акцентерный комплекс там составьте но будет как бы над ним минус заряд но отрицательных степеней окисления металлов как бы нет литий активный щелочной металл с нулем понятно что он будет давайте поставим очень сильный восстановитель да все эти щелочные металлы очень сильные восстановители электроотрицательность мизерная активные буйные понятно натрий тем более цезий там или рубидий кинь в воду если цезий кусок кинуть воду вообще там у вас стены просто сложится дом нафиг ну смотря какой кусок конечно литий поспокойнее себя ведет он такой более аристократичный но тоже тоже активный металл активный восстановитель то есть даже нельзя на воздухе их долго держать воздух их будет жрать будут ну в случае лития оксиды образовываться случае там натрия цезия калия всякие пероксиды над пероксиды вот это все на очень сильный восстановитель он может только отдать свой этот единственный электрон с внешнего слоя приобрести степени окисления плюс но что степени окисления плюс все степени окисления плюс восстановителем он быть уже не может весь внешний слой у него все голый он все отдал но чтобы этим кого-то окислить ну фантастика мы поставим просто не окислитель не окислитель то есть крайне не характера ну конечно если в определенных условиях это так и от фонаря не факт что она там мы возьмем какой еще более активный там цезий закинем а вот это так теория это просто вот от фонаря не факт что это вообще правильно смысл главное понять в расплав литий хлор мы закинем какой-нибудь цели еще более активный ну ну вот раньше да нельзя было сверлить конечно вот в каких-нибудь таких условно скажем условиях ну наверное литий выступит как окислитель наверное он этого цезия съест да за его счет перейдет в ноль тут литий проявляет окислительные свойства до проявляет но в целом вы не будете никуда и он литий плюс закидывать чтобы что-то окислить для него в целом не очень характерно проявление окислительных свойств вообще практически не бывает бегая думаю вы никогда не встретились с такой ситуацией чтобы ион лития проявлял окислительные свойства но электролиз мы не считаем это уже другое немножко аналогично у нас натрий так и калий да и плюс тоже это очень сильные восстановители понятно это не окислители для обоих так под калием у нас медь ведь до медь с медью чуть чуть интереснее она тоже у нас металл но это металл уже тяжелый не активный конечно первая ассоциация со словом металл у нас восстанавливать восстановление но он не будет прям кидаться с цветами вас восстанавливать отдавать вам электроны взрываться при контакте с водой и так далее как щелочные металлы он все-таки как-то с чувством самоуважения немножко побольше да получше мы ему поставим просто восстановитель металлы типичный восстановитель до на влажном воздухе там он потихонечку видели медные провода они все зеленые потому что там уже не чистая медь она там окисляется медленно тихонечко постепенно коррозия меди имеет место до восстановитель но не как вот эти то есть кусок меди просто так лежит с ним ничего на воздухе долго не будет еще есть медь плюс иметь плюс 2 насчет меди плюс вот у нас что бывает у нас бывают утки до утки бывают это большие утки вон промежуток промежуток больших а бывают маленькие уточки промежуточек промежуточек маленький вот маленькие уточки они беззащитные их легко обидеть поэтому все промежуточные Ну не все, но большинство промежуточных степеней окисления у нас сильные восстановители. В промежуточных степенях окисления элементам плохо, они стремятся уже или туда, или туда, но обычно туда, в сторону окисления какого-то двинуться. И таким образом промежуточные большинство, они сильные восстановители. Медь плюс 2. Восстанавливать она дальше не может Плюс 3 меди нет у нас Окислять Ну в принципе она способна окислять И поскольку это металл тяжелый Металл у него все таки электроотрицательность побольше Чем у этих Двигаться обратно в очень редких случаях Он все таки может Ну мы поставим слабый окислитель Так вот слабый окислитель Тоже здесь это не надо писать Но можно где нибудь в сторонке У нас есть в химии Очень никчемное существо Иодид анион Это цветом сразу сделаю Иодид анион Поставлю тут уже не степень окисления А ион Ладно допустим это у нас в растворе В растворе такая есть реакция Может быть купрум хлор 2 Купрум СО4 Лишь бы растворялось чтобы контактировать Вот медь его Съест Ну чтобы связать эту медь Один йод сохранит свой электрон при себе Если ничего не случится Но будет и йод пострадавший Вот он будет с нулем То есть Йод минус Эту купрум 2 плюс Будет кормить Ну и поскольку медь стоит довольно далеко В ряду активности Понятно все предыдущие металлы Будут его тоже восстанавливать Вытеснять Так ну что там у нас еще Рубидий цезий И серебро Да Да рубидий Ну рубидий Можно очень очень сильный восстановитель Поставить он очень уже активный Ну так в принципе сопоставимо Можно просто очень сильный Я говорю все условно Рубидий плюс понятно Не окислитель Не окислитель Серебро Ну логика такая же как с медью Металл тяжелый Тяжелый Восстановитель но уже вялый Уже не такой активный как эти Степень окисления серебро плюс Ну можно поставить Что поставить Давайте слабый окислитель поставим Слабый окислитель Он конечно Окислит Но что он окислит Ну в основном металлы Стоящие в ряду активности до него До него То есть А скажем если Тоже не надо здесь это писать Аргентум плюс у нас Контактирует с йод минус Он Не будет никакого восстановления Так и останется у них Плюс минус Склеится в аргентум йод Ну ничего не будет То есть Ну Слабый окислитель Или очень слабый окислитель Просто поскольку Вот эти металлы калий и натрий Они стоят в начале ряда И для них каких то вариантов Восстановиться совсем мало А только предыдущие металлы А их мало Они в начале Серебро стоит Довольно далеко там В ряду активности Перед ним Обширный Такой веер Других металлов Ну и вариантов Где серебро Все таки выступит Как окислитель Но их немножко побольше Все таки Много металлов Но сказать что мы закинем серебро Чтобы что то окислить Нет Есть еще такая штука Но это возможно только с фтором В егэ она не фигурирует Так для информации Серебро плюс два Ну где то я слышал что эта штука По окислительной активности Чуть ли не страшнее чем сам фтор Только фтор может серебро Которое в принципе способно на плюс Сделать плюс два Ужасно Но это у нас очень-очень сильный Окислитель Понятно будет О-о-о-со Очень-очень сильный окислитель Ну вот и так в скобках В егэ его Быть не должно Это экзотика Экзотика Так первую группу закончили Итак продолжаем Заполняем вторую группу Ну тут вторая и третья группа Это вообще Счастье и сказка В них все просто Все хорошо Фломастер кончается Может вот этот попробовать Давайте этот попробуем Ну что у нас там Бериллий Бериллий Магний да Магний У них у всех мы поставим одно и то же Плюс два Плюс два Кальций Кальций Плюс два Стронций Стронций Плюс два Там где то цинк Он по моему здесь Ну шут с ним Я его вниз тогда сделаю Барий Барий Плюс два Ну где то там еще цинк В ЕГЭ у нас попадается Цинк плюс два Что для них для всех мы скажем Металлы Вот эти Активные Им можно поставить Очень сильный восстановитель Как и щелочным Кальций Кальций Немножко спокойнее Немножко спокойнее Эти то вот вообще беззащитные Эти вообще беззащитные Они даже в воде Растворятся Эти в воде Сверху корочкой Прореагируют слоем Получатся там Оксиды цинка Оксиды магния Оксиды бериллия Поверху Они в воде не растворяются Вода дальше не пройдет То есть Это не значит Что они там неактивные Мы помним Возьмем амальгаму Алюминия Амальгаму магния Где это все смывается Поверхность Они с водой Вполне себе бурно Прореагируют При комнатной температуре Даже Но все таки Как бы вот В чисто таком Прикладном плане В реальной жизни Ну Их чуть-чуть Труднее окислить Из этой Это очень условно Все Очень условно Тенденцию Главная Ну Этим всем Активным Мы поставим Не окислитель Опять же Условно Да Понятно Что какой-нибудь Цезий Возьмем В расплав Магний хлор 2 Закинем Как мы с этим говорили Вытеснет Можно подобрать Ситуацию Когда магний Будет окислителем Мы говорим О тенденции Это для него Не очень характерно Вот мы им Поставим Не окислитель Условно Условно Все С второй группой Все приятно и легко Третья группа Тоже все Более-менее Легко и приятно Ну что у нас там Бор Бора в ЕГЭ Практически нет Так Может синий Вроде пока Получше Бора в ЕГЭ Практически нет Ну бор Бор с нулем Это не металл Но самый-самый Там Из вот этих Вот верхних Да Которые у нас Плюс-минус Фигурируют Какой-нибудь Сурьма Какая-нибудь Нам как бы До фонаря ЕГЭ нет Среди известных Нам Бор Он Среди металлов Самый-самый Слабый Если бы водород С ним реагировал Ну скорее всего Он его бы ел А не бор водорода Кого он только Может обидеть Он может обидеть Металлы Дать бориды Я вот так поставлю Это не метил Это металл Да Ну и там Так Икс-игрек Плюс Плюс-игрек Минус-икс Там И там степень Окисления У бора Такие Минус-минус Два Наверное Такие какие-нибудь То есть бориды Понятно Что бор Он и в нуле Это Восстановитель Намного больше Чем окислитель То есть Его все Будут есть Вторых Он вообще довольно Инертный бор Он плохо вступает В реакции Химия его Мы плохо знаем Она нам особо Не нужна Так Для порядка Ну если уж Он с нулем То Восстановитель То с минусом Он тем более Восстановитель Да будет Тем более А так Он в основном Живет в этом мире В степени окисления Плюс 3 Но опять же Из-за его Никчемности Хоть это и Бедная Такая штука Все три электрона У меня Отобрали У меня ничего Нет У меня огромная Пустота Я бы и рад Эту пустоту Заполнить электронами Да Я бы и рад Окислять Я бы и рад Крушить Ну Слишком я Никчемный Для этого Поэтому Ну можно Очень слабый Окислитель Поставить Так вот Опять же Какими-нибудь Металлами Там Я не знаю Даже если водород Пропускать через Окись бора Ну вот не знаю Можно уточнить Вот Бор 2 Походу этой темы Ну Так Условно Поставим Сильный Восстановитель Активный Металл Алюминий Плюс 3 По тем же Соображениям Поставим Не окислитель Можно найти Условия Где он Сработает Но Тем не менее А Слушайте Вернитесь К цинку Поставьте Ему Просто слабый Наверное Слабый окислитель Цинку Надо поставить Сейчас скажу Почему Вот этот Плюс 2 Слабый окислитель Это здесь Рисовать не надо Но в целом Есть у нас Такой набор Реакций Когда металлы Можно коксом СОшкой Или водородом Вытащить Так И этот Не видно Да Вот этот Попробуем Вытащить Чистый металл Тут СО Ну или СО2 Там в зависимости От условий Тут СО2 Тут H2O То есть При больших температурах Коксом Угарным газом Или водородом Можно металл Восстановить То есть Они восстанавливают Металлы Вот эта реакция Работает для металлов Начиная с цинка Металлы Начиная Как раз С цинка То есть У него Веер Вот этих Окислительно-восстановительных Возможностей Шире Чем у Всяких Там стронциев Кальциев И так далее Он вот это может Ни кальций Ни стронций Так делать не будут У оксида кальция Есть реакция С коксом Тоже Да Тоже не надо Здесь ее писать Там кальций С2 Плюс СО Но Кальцию Самому там Ничего не перепадает Он Не восстанавливается То есть Сам кальций Плюс 2 Вот этот Он как Плюс 2 был Так плюс 2 И останется Он коксом Не восстанавливается А вот с цинком Если мы возьмем Тут цинку Возьмем Получим уже просто цинк Потом уже восстанавливается Да Поправьте там Пожалуйста Так Хорошо Третья группа Сделали Четвертую группу Давайте посмотрим Что у нас здесь Здесь у нас углерод Углерод С нулем Ну с одной стороны Это у нас Как бы не металл Да Поэтому большинству металлов Встреча с углеродом Грозит Бедой Металлов он съест В принципе Окислять он может Но среди Не металлов Он во первых Далеко там Не на самых почетных местах Серый его ест Ну фосфор с ним не реагирует Азот его ест Че там Ну кислород Понятно его ест Галогены его Некоторые там едят Ну такое Кого он сам съест Он съест водорода Там CH4 да Или алюминий 4 С3 Вот в этих вещах Он Условная степень Окисления у него Минус 4 Хотя на самом деле Связи в метане Почти не полярные Тут углероду ставить Минус 4 Это такое грубое Округление Ой Ну условно ладно Минус 4 да Ну что нам еще попадалось Степень окисления Типа минуса Да там Кальций С2 Что за типа минуса Такое То есть водород он ест Металлы он ест Сам углерод с нулем Ну восстановитель Он гораздо больше Чем окислитель У нас очень много вещей Которые мы восстанавливаем Коксом Там калий хлород Ри какой нибудь Да плюс С Калий хлород Это так условно Может СО здесь будет Там не важно Предыдущая схема Которую я рисовал Металлы да Из оксидов Начиная с цинка Он вытаскивает То есть много чего Коксом И даже фосфор он может Пятивалентный Вытащить Это дальше реакцию напишу Ну все таки Мы часто коксом Что то восстанавливаем Часто коксом Что то восстанавливаем Поэтому ему мы Восстановитель Поставим больше Окислитель Так углерод плюс 2 Ну это угарный газ У нас одно Одно соединение Промежуточек Промежуточная степень Окисления Сильный восстановитель Хороший Угарный газ Хороший Восстановитель Стремится В плюс 4 залезть Чуть что Углерод плюс 4 Как бы с одной стороны По логике У него отняли Все что было Большая пустота Большой дефицит Большая дыра в душе И наверное Есть потребность Эту пустоту Электронами заполнить Большой плюс Большой плюс Но в силу того Что углерод Еще так четвертая группа Электроотрицательность Не очень Не очень он Сильный Такой Это у нас Ну очень слабый Так окислитель То есть СО2 у нас Ничего не окисляет Практически Ну что там есть Самого себя Кон пропорционирование Реакции Да Вообще Есть такая вещь Как углекислотный Огнетушитель То есть Понятно СО2 А в атмосфере СО2 Ничего не горит Почему ничего не горит Почему им можно тушить Ну потому что Мало кто Чтобы поддерживать горение Вот этот С плюс 4 Когда у нас просто горит У нас кто ест У нас кислород Там кого то ест Вот он поел Он минус 2 Кислород штука Такая агрессивная Довольно Электроотрицательность У него большая Он всех ест Много кого ест Вот за счет этого Горения Чтобы гореть в СО2 Это должно быть Такое никчемное Существо Которое будет Кормить даже Этот углек плюс 4 Вот этот вот Довольно слабую Такую вещь Но есть вещи У которых Такое большое Сродство К вот этому Кислороду Например магний Огромное Сродство к кислороду Магний горит Даже в атмосфере Углекислого газа То есть он начинает Кормить этот С Там много исходов Возможных Самый простой Вот САЖу написать Да Могут быть Карбиды Карбиды Магния Тут может быть Не С А СО Там несколько Развилок Возможных Но в сущности Очень мало Вы найдете Примеров Чтобы СО Ну С водородом Да Еще вот Водород САЖ САЖ Четыре Плюс САЖ Два Ох СО Кстати Тоже Это умеет Вот тут Синтез Газ Да Вы помните Там разные Тоже есть Варианты Алканы Спирт Синтез Газ То есть Опять же Условно Да Когда мы Ставим Углерода Плюс Два Сильный Восстановитель Это не значит Что он Никогда Не может Быть Окислителем Что-то Приговор Ему Навсегда Нет Можно найти Вариант Где СО Окислителем Можно найти Вариант Вот водород Они будут Оба окислять Мы говорим Вот в целом О тенденции Можно найти Вариант Можно Так Ну Кремний Похож Только Он еще Более Дохлый Еще Более Вялый Так Ну Титан Нас Не интересует Цирконий Нас Не интересует Про Олово Можно Пару Слов Сказать Просто Как метал Он Восстановитель Есть Еще Плюс Два И Плюс Четыре Это Промежуточная Степень Окисления Сильный Восстановитель Там Двухлористая Олова Станум Хлор 2 В органике Часто Используется Для восстановления Чего Нибудь Ходовая Такая Вещь Олова Плюс Четыре Как То Я думаю Окислитель Он Может Быть Но Я думаю Что Он Слабый Окислитель Но Тут Вот Не Поручусь Не Бывает Его В ЕГЭ И Я Не Интересовался Интереснее Со Свинцом Вот Этот Свинец Плюс Четыре У него Такое Вещество Плюмбома Два Это Такая Жесть Что В кислой Среде Он Может Загнать Марганец Марганец В Плюс Семь То Есть Перманганат Может Загнать Поэтому Хотя Вот Эта Степень Окисления Промежуточная Но вы представляете Как вот Свинцу Не нравится Быть Плюс Четыре Как Свинцу Плохо Быть Плюс Четыре Что Он Даже Рвет Этот Марганец Как Шимпанзе Энциклопедию Просто Загоняет Марганец Плюс Семь Лишь бы Отсюда Вырваться То есть Он Почти Всех Ест Это Жесть Он И Хлор Минус Съест Хлор Станет С нулем Он Накормит Этот Свинец Плюс Четыре То есть Штука Зверская Поэтому Хотя Она И промежуточная Она Не стремится Очень Туда Прыгнуть В этот Плюс Четыре Да Тут Немножко Нарушается Мы Поставим Восстановитель Потенциаль Но Трудно Его Туда Загнать Свинец Плюс Четыре Не Очень Просто Я Думаю А Это Очень Сильный Окислитель Этот Плюмбом О2 Он Бывает Вига Очень Сильный Окислитель Очень Так Ну На этом Четвертой Группой Вроде Бо Все Ну Все Чем Дальше Влез Тем Толще Партизаны Пятая Группа Пятая Группа Азот Ну Азот Благодаря Своей Тройной Связи Вообще Достаточно Инертен Вообще Достаточно Инертен Не Очень Охотно Вступает В реакции Но Если Все Таки Вступает То Как Не Металл С Довольно Уже Большой Электроотрицательностью 3.1 У него Что Или 3.0 Он Так Уже Соседствует С Кислородом Втором Он Там К ним Близок Может Водородные Связи Давать То Есть На себе Довольно Большой Минус Собирать Чтобы Ассоциация С водородом Электростатика Заметной Стала До Водородной Связи Дошла Ну Что Мы ему Поставим Окислитель Больше Чем Остановитель Хотя Опять же Он Очень Инертный Сам По себе Двухвалентный Азот И Если Вы будете Через Раствор Чего Нибудь Пропускать Этот Азот Пробулькивать Вы Вряд ли Что Так Окислите Так Сюда Идем Азот Минус Три Жирненький Богатый Хороший Ой Как У него Много Но Это Азот Он За Свои Богатства Как То Держится Аммиак У нас Восстановитель Ну Если Его Тоже Тут Не Надо Писать Но В Принципе Можно Его Даже Там Пропускать Через Растворы Вот Есть Так Овр Есть Такая Овр Можно Его Пропускать Через Растворы И Вот Тут Сильные Окислители Вполне Съедят Горит Аммиак Довольно Неплохо Если Платину Закинуть Катализатор То Даже На нуле Дело Не Становится До Н О Дойдет Тут Н 2 Тут Но Дойдет Дело До Н О То есть Тут До Нуля Тут До Плюс 2 Тут Он Минус 3 Ну Сказать Что он Прямо Сильно Кидается Всех Восстанавливать Прямо Такой Активный И Добрый Ну Тоже Нельзя Просто В Поставим При Этом Если Этот Азот Минус 3 Спрятан В Аммоний Спрятан В Аммоний То Вот Это Окислить Уже Трудно Ну Как бы Не знаю Что Поставить Очень Слабый Восстановитель Что ли Трудно Кстати Вот еще Одну Реакцию Куда В сторонку Запишите Она Такая Специфичная Ее Все Забывают При Нагревании Медь Даже Может Восстановить Эту Двухвалентную Аммиак Ну Это При Температурах Больших Ну В целом Так Восстановитель Восстановитель Вот Эти Промежуточные Минус 2 И Минус 1 Они Очень Сильные Восстановители Ну Тут Что Вам Надо Знать Гидрозин Н2 Аж 4 Гидрозин Есть Даже Ракетное Топливо На нем Настолько Сильный Восстановитель Так Туда Идем Тут У нас Широкий Спектр Плюс 2 Плюс 3 Плюс 4 И Азот Плюс 5 Все 33 Удовольствия Тут Есть Так Если Вот Этот Попробовать Ну Азот Плюс 1 Редко Встречается Но Он Такой Тоже Инертный Довольно Вот Эти Степени Окисления Сильные Восстановители НО Нитриты Сильные Восстановители Опять же Это Не значит Что Они Не могут Быть Окислителями Не Значит Возьмем Какой Нибудь Так Условно От Фонаря Калий НО2 Какой Нибудь Калий Йод Какой Нибудь Серной Кислоте Не уверен Что такое Есть Ну Например По моему По моему Такое Есть С Нитратом Думаю Точно Сработает С Нитритом Вот Не знаю Ну Так Ориентировочно Вполне Можно Предполагать Что В Такой Реакции Что В Такой Реакции Он Выступит Окислителем То есть То что мы Ставим Усильный Восстановитель Вовсе Не Исключает Вообще На все 100% Что он Никогда Никаких Окислительных Свойств Не Проявит Мы Только Общую Тенденцию Ставим Общую Тенденцию При этом Смотрите У нас Кислая Среда ВВР Да Очень Важна Среда Все Определяет Среда Лучше Всего ВВР Идут В кислой Среде Байчей Всего Что у нас Делает Кислота Вот у нас Анион Подтесляющей Кислоты Сульфат Да Он Собирает Катионы Потеряшки Смотрите Вот у них Они были Вместе Калий Азот Азоту Больше Калий Не нужен Калий Брошенный Потеряшка Тут тоже Йод Раньше Тусил с Калием Сейчас Йод Отдельно Калий Им не нужен Потеряшка Остался Один Вот ВОСУ4 И подберет Ну и как всегда В кислой среде Вода Тоже так Для примера Но мы пишем Общую с вами Тенденцию Общую тенденцию Так А эти степени Окисления Это у нас Что такое Это у нас Сильные окислители НО2 Бурый газ Довольно Сильный окислитель Проэпидевалентный Азот Проэпидевалентный Азот Просто Растворы Нитратов Растворы Там Калий НО3 Раствор Вы приготовили Но они Оказываются В растворах Ну Довольно Так поставим Слабыми окислителями То есть Мало что Хотя Казалось бы Тут азот Плюс 5 Большой Плюс Голодное Создание Ну вот Нитрат Ион Просто В растворе В нейтральном Окислительных Свойств Практически Не проявляет Зато В расплавах Например Калий Не обязательно Калий Натрий Тут разницы нет Если Расплав Мы возьмем Расплав То Сильный окислитель Можно поставить В расплаве Сильный окислитель Есть еще Такое Понятие Щелочной Плав Щелочной Плав Так И этот Кончается Где-то Был черный Который Немного Еще Писал Этот Наверное Нет Может Вот этот Так Вроде Что-то Еще Допишет Либо Мы помним В расплавах У нас Щелочи Можно Заменять На Карбонаты Вот Это Или Вот это Расплавленное Будет Сильным Окистителем И Азотка То есть Тот же Нитрат Но в составе Кислоты Очень Сильный Окислитель Особенно Там Если В концентрированный Кипятить Она Фосфор Есть Азотка Концентрированная Один из Немногих Окислителей Которые Загоняют Серу Из нуля Сразу В плюс 6 Большинство До плюс 4 На плюс 4 Останавливается А потом Из плюс 4 В плюс 6 Надо Отдельный Она Легко Переходит Сера С Плюс 4 В 6 Легко Прыгает Сульфитов Сульфаты Классика Но Надо Прилагать Усилия То есть Помню Если Сера Без Катализатора Просто В кислороде Сгорит Она Сгорает Только До СО2 Дальше Мощи Них Азотка Закиньте В нее Серу Сера Сразу В СО4 Перейдет То есть Сильный Окислитель Так Ну С Азотом Вроде Все Понятно С Фосфором Проще Фосфор Ноль Фосфор Минус Три Понятно Сильный Восстановитель Потому что Фосфор Сам по себе Уже Вялый У него Электрицательность Маленькая То есть Он Обидит Металлов Но Большинство Не металлов Обидят Его Его Ест Сера Его Ест Кислород Его Ест Хлор То есть Восстановитель Больше Чем Окислитель Поставим Фосфор Плюс Три Промежуточная Степень Окисления Сильный Восстановитель Что Сразу Плюс Пять Вот Фосфор Плюс Пять Вроде Большой Плюс Голодный Но Фосфаты Ничего В растворах Они вообще Ничего В рамках ЕГЭ Не окисляют То есть Вы фосфатами В растворе Ничего Не окислите Очень Слабый Окислитель По сути Надо Наверное Знать Всего Одну Реакцию Где фосфор Плюс Пять Проявляет Именно Окислительные Что Такое Проявляет Именно Окислительные Свойства Может Зелененьким Кальций Три ПО Четыре Дважды Вот Окислитель Здесь Будет Плюс Пять Над Нем Так Зеленых Много Всяких Плюс С Плюс СО2 Вот Кокс Коксик Котик Коксик Котик Коксик Здесь Будет Он у нас Добрый Он у нас Здесь Будет Восстановителем Фосфор Покушал Из Плюс Пяти Стал Нулем Вот Он Получил Свои Электроны Стал Нулем Углерод Его Накормил Стал Плюс Два Вот Он Окислился Ну Этот СО2 Туда Закидывают Чтобы Связывать Кальций Который Освобождается Кальций СО3 Это Все При Большой Температуре Это Все Плавят Всяком Случай Нагревают Вот Наверное Единственная ЕГЭшная Реакция Где Фосфор Плюс Пять Кого-то Окисляет Так В остальном Не особо Характерно Ну И все С пятой Группы Нам больше Никто Не нужен Шестая Группа Ну Что у нас Тут В первую Очередь Кислород Просто Молекулярный Кислород Ну Окислитель Классический Да В нем Все Горит Кислород Атомарный Ин Ситу Господи Ситу Очень Сильный Окислитель Ин Ситу Самому Кислород Можно Окислитель Можно Сильный Окислитель Видите Он Когда Он Такой Молекулярный В воздухе Он Тоже Не Очень Активный Надо Инициировать Поджигать Спички Кидать Но Тем Не Менее Ну Если Уже Все Началось Он Довольно Мощный Да Отрицательный У него Есть Минус Один В Перекиси H2O2 Натрий 2O2 И Минус 2 Что Про Эту Степень Окисления Можно Сказать С одной Сторон Она Промежуточная Но С другой Сторон Это Кислород Кислород Не Очень Любит Электроны Отдавать Вообще Единственное Состояние Кислорода Когда Его Легко Наказать Когда Все Остальные Элементы Многие Могут С ним Поквитаться За Унижение Многолетние И Уйти В 0 Невыносимо Для него Вот этот Минус Вот этот Мостик Перекисный Он Такое Неустойчивое Создание Он Готов И Кого То Покормить Чтобы Стать Нулем И Сам Поесть Чтобы Перейти В Минус 2 То есть Перекись Она Окисляет Хорошо Много Чего И Восстанавливает Хорошо Много Чего Там Скажем Тоже Семивалентный Марганец Она Восстановит Кислород Минус 2 Мы Поставим Невосстановитель Потому Что Единственный Кто Может Его Оттуда Вытащить Из этого Минус 2 Это Еще Худшее Существо В То Да Вот Он Его Может Загнать Там В Ноль Даже В Плюс И Даже В Плюс 2 Смотря Как Процесс Вести То Вот Единственная Реакция Где Эта Штука Будет Восстановителем В Остальных Случаах Хотя У него И много 2 Электрона У него Избыток Богатый Но Он Делится Ни с Кем Не Будет Потому Что Это Кислород Это Второй После Фтора Тут На Этой Земле Есть У него И две Положительных Степени Окисления Плюс Можно Сразу Ставить Фтор Сюда Потому Что Других Вариантов Особо И Плюс 2 Ну Понятно Что Это Очень Сильные Плюсе Очень Не Нравится Очень Не Нравится Он Внуле Это Бешеный А тут Когда Его Так Задели За Живое Кода Он Кислород С плюсом Ну Это Просто Зверь Он Просто Звереет Это Ужасно Это Кошмарно Это Чудовищно Это Вообще Нельзя С этим Даже Встречаться Сера С Нулем Ну Что Мы Не Поставим Она У Нас Конечно Окислитель Немножко Больше Чем Восстановитель То Она Ест Фосфор Помните Там П2С3 П2С5 Или Если Правильнее П4С10 Она Ест Углерод ЦС2 Да Сера Углерод То То Она Многие Не Металлы Ест Металлы Она Тоже Ест Хорошо Цинк Натрий Все Она Образует Сульфиды То Случа Где Сера Выступает Окислителем Их Как Больше Восстановитель Кого Она Восстановит Кого Она Восстановит Тоже Не надо Здесь Писать Просто Напомним Да Вспомним Кислород Она Покормит Если С катализатором То СО3 Фтор Ее Загонит Сразу В Плюс 6 С хлором Она Там Даст С2 Хлор 2 Или С хлор 2 С бром С2 Бром 2 Галогены Ее Поедят Ну Всякие Твердые Вот Эти Вот Штучки Ее Будут Есть Злые Если Вот Это Тверд 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 В твердом Виде Реакцию Вести С Марганцовкой Там С этим Твердые Окислители Она Хорошо Восстанавливает Тут Она Почему Мы Не поставили Там Очень Слабый Восстановитель Какой Немец Потому Что Взаимодействие Между Простыми Веществами Все Не Счерпывается У Нас Есть Сложные Вещества Всякие Сильные Окислители Порох Опять Ж Да Калии Нутри Там Правда Еще С Есть Там Правда Еще С Есть Но Тем Не Менее Этот Азот Плюс 5 Он Ест И С И С Он Ест Черный Порох Дыльный Вот То есть Восстановительные Свойства Вполне Для нее Тоже Могут Иметь Место Она Хорошо На себя Берет Кислород Из Всяких Вот Этих Обиженных Вещей Сера Минус Два Это Одно Из Самых Таких Никчемных Существ Это Сильный Восстановитель Ее Почти Все Едят Даже Скажем Такой Слабый Окислитель Как Трехвалентное Железо Он Ее Может Доконать Железо Может Ее Скушать Вот Она Ну Это Два Осадка Будет Два С Нулем Поэтому Кстати В таблице Растворимости По-моему Феррум 2 Из 3 Если посмотреть Там Прочерк Наверное Стоит Не Получается А в Некоторых Стоит Нерастворимое Как будто Как бы Феррум 2 Из 3 Как будто Выпадает Но В ЕГЭшной Таблице Должно Быть Правильно Это Все Сделано Так Ну Серый Есть Плюс Один Плюс 2 Но Они В ЕГЭх Вот Только Надо Знать Что Сера С хлором Реагирует Там С 2 Хлор 2 Или С хлор 2 Тут Плюс Плюс 2 С 2 Бром 2 Там Для 7 Задания Надо Просто Знать Что Реакция Между Хлором Между Серый Хлором Серый Бромом Возможно Все Поэтому Как бы Так В скобках Напишем Они Нам Мало Интересны Они Есть Но Они Нам Мало Интересны Сера Плюс 4 Сильный Восстановитель Классика Сульфитов Сульфаты В растворах Сульфитов Сульфат Один Из Самых Распространенных Восстановителей Это Сульфит Он Много Что Кормит Сера Плюс 6 Но Тут Чуть Интересней Если Просто Раствор Сульфата Я Даже Не Окислитель Поставлю Просто Там Калий 2 С 4 В Нейтральной Какой Среде Просто Приготовьте Раствор Вы Ничего Никогда Не Окислите Но H2SO4 Конц Конц Концентрированная Серная Кислота Сильный Окислитель Сильный Окислитель Она Не Особо Азотке Уступает В чем Разница Азотка Может Хлор С нулем Загнать Она Его Съедает Серная Хлор Минус Обычно Так Хлор Минус И остается Совсем Плохо Он В ноль Переходит Мало Вот Его Она Не Ест Чуть Слаб Чем Азотка Но Сульфатами Вы Ничего Никогда Не Окислите Их Как Окислители Их Не Рассматривайте Опять Мы Тут Ставим Что Она Сильный Восстановитель Это Не Значит Что СУ2 Никогда А Вот СУ3 Еще Окислитель Сильный СУ3 Сильный Это Не Значит Что В Принцип Исключен Вариант Когда Там СУ2 Будет Восстановителем Нет Я не знаю Будет ли Она Сошьет Вот Правда Не знаю Надо Уточнить Будет ли Тут ЙО2 И какой С И H2O Или Может H2S Надо Уточнить Бывает Такое Или Нет Но В принципе Окислителем Она Быть Тоже Может Если Вы Какой Нибудь Металл Активный Туда Прицепите Но Он Точно На Себя Может Собрать Кислород И Серу Высвободить Можно Это Предполагать Но Основная Ее функция Сульфитов Сульфаты Сульфитов Сульфаты Так И остался У нас В этой группе По моему Хром Хром Ну Ноль Просто Металл Постановитель Да Помним Если Вы Растворяете В обычной Какой Кислоте Он В Двушку Перейдет Если Вы Его Уже Сильно Обижаете Там Хлор Сжигаете Он В Трешку Перейдет Хром Вообще Больше всего Любит Жить В Трешке Он Всегда Тремится В Трешку Хром Всегда Стремится В Трешку Где Бо Он Ни Был Хром Плюс 2 Сильный Восстановитель Сильный Даже Можно Очень Сильный Поставить Это Такое Эфемерное Существо Беззащитное Создание Ангельское Если Вы Поставите Там Эту Соль Раствора На Воздухе Стоять Долго Там Плюс 3 Вот Это Самая Лакомая Степень Окисления Конечно Можно Ее Восстановить В Плюс 2 Можно Ее Окислить В 6 Но Она Так Но Восстановитель Она Больше Чем Окиститель Конечно Давайте Так Поставим Восстановитель Поставим Или Даже Слабый Может Восстановитель Слабый Слабый Я По-моему Раньше Где-то Забывал Букву Л У меня Везде С Ну Я Проговаривал Надеюсь Правильно Напишите А Вот Плюс 6 Это Ну Сильный Окислитель Мы Поставим Это Хроматы Дехроматы Он Стремится В Трешку Причем Обычно Как Если Подписывать Карандашиком Это Вообще Отдельная Тема Сюда Он Переходит В Кислой Среде А Сюда Он Переходит В Щелочной Среде Кстати Из этих Тоже То есть Голубые Трешки В Голубые Шестерки Также С железом С марганцем В щелочной Среде Голубые Шестерки Мы делаем Всегда В щелочной Среде Ну Почти Всегда Можно Найти Исключения Вот Тут У нас Хромат Дехромат Хрома 3 Вот Эти Вещи Это Такие Очень Ходовые На ЕГ Окислители Очень Ходовые На ЕГ Окислители Так Ну Шестой Группе Нам Вроде Больше Ничего Не Нужно Седьмая Группа Самая Трудная Такая Для Обзора Потому Что У Галогенов Довольно Запутанная Химия Много Степеней Окисления Мы Самое Самое Только Здесь Основное Ходовое Без Пикантных Подробностей Ладно Так Фтор Ну Это У нас Очень 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 Сильный Окислитель Это Кошмар В нем Горит Вода При Реакции С Фтором Вскипает Даже Скажем Железо Это Ужас И Кошмар Это Ужас И Кошмар Фтор Минус Ну Не Восстановитель Единственное Чем Можно Из него Этот Электрон Выковырить Выбить Его И окислить В ноль Это Электрическим Током Химией Это Сделать Нельзя Невосстановитель Вот Другими Галогенами Поинтереснее Хлор 2 Ну Сильный Окислитель Сильный Окислитель Страшно Хлор Минус Окислителем Он быть уже Не может У него Как бы 8 из 8 Тут у него Было Сколько 7 Съел Еще Один Стал 8 То есть Дальше Он нажираться Уже Не может Минус 2 Минус 3 Не бывает Как бы Богатенький У него Только Отнимать Но Отобрать Вот этот Электрон У хлора Трудно Есть Прямо Список Окислителей Да Которыми Можно Отобрать У него Вот этот Электрон Там Ограниченная Группа Лиц То есть Мы поставим Слабый Восстановитель Слабый Восстановитель Концентрированную Азотку Покормит Плюмом А2 Семивалентный Марганец Четырехвалентный Марганец Четырехвалентный Свинец Пятивалентный Висмут Ну что там Фтор Вышестоящий Галоген Вытесняет Нижестоящий Солей Может еще Там что-то Так У хлора В принципе Плюсы то есть По-моему Все Вот плюс 2 Не знаю Плюс 3 Есть Плюс 4 Есть Такой оксид Хлора 2 И бумагу Отбеливают Плюс 5 Точно Есть Хлор Плюс 6 Хлор Не помню По-моему Тоже есть Хлор Плюс 7 Там много У них Нюансов Много Нюансов Скажем Перхлоратый Хлорная Кислота Хлор 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 Плюс 7 Какая Жесть Но хлор Вот у него со всех сторон кислороды Вот так вот он Устроен Трудно Этот перхлорат И он Да И хотя он плюс 7 И хотя это понятно Зверь Просто зверство Просто жесть Просто кошмар Просто ужас Хлор плюс 7 Понимаете Хлор плюс 7 Какой это дефицит Какая это дырища Еще элемент злой Жесть Ужас На перхлоратах На хлору 4 Самое Ходовое Ракетное Топливо Твердое Делается То есть Это вообще Страшная Штука Но Там оно работает Как бы при нагревании Там надо Инициировать Чиркать И так далее Но в растворе В растворе Вот эта вот Экронированность Мешает И по моему С магнием Чуть ли не Перхлорат Магния Получается И водород То есть Вместо того Чтобы кормить Вот этот хлор Зверский Плюс 7 Могу ошибаться Ну Проверьте Меня По моему Этот магний Вместо того Чтобы хлор Кормить Да Как надо бы Вот эту зверь Ну какой-то водород Кормит Из-за вот этой Экронированности То есть В растворах Им окислять Трудно Ну надо что-то Нагревать Надо что-то Это самое Хотя перхлораты Хлорная кислота С органикой Прекрасно взрывается Перхлораты Металлов Тоже склонны Там к разложению И тоже может Плохо кончиться Но в растворах Он спокойней Поэтому вот это Обобщение Которое Сейчас я Сделаю Ну надо условно Относиться Условно Это очень сильные Окислители В ЕГЭ Обычно вот это Вот какой-нибудь Натрий хлород Там да Белизна И бертолетово Соль калихлору 3 Вот В ЕГЭ Обычно они Встречаются Этих Не бывает По-моему Ну это редко Чаще всего Когда вы его кормите На нуле Дело не останавливается Потому что ноль тоже злой Он доедается Если есть Кому тусить Вот с этим хлор минус То есть его же надо связать Если у вас там калий болтается Какой-нибудь Ионы Все он Из любого плюса Он доедет до минуса Непременно На нуле На нуле он остановится Только если Некому таскать на себе Вот этот хлор минус Проверяйте Есть у вас там Ионы или нет И уравняется ли Может ионы есть Но их не хватит Тогда хлор будет с нулем Если есть кому таскать Он из любого плюса В минус улетает Потому что очень злой Он нажирается До отвала Просто Остальные галогены Похожи Но там все слабже 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 Бром минус Ну тоже Как бы слабый восстановитель Но перечень людей Которые могут его съесть Загнать его в ноль Шире этот перечень Концентрированная серная Например Может уже его съесть А хлор минус Она не ест Ну из плюсов Давайте мы так В скобках Плюс х поставим Там тоже много Всяких этих самых А так вот у него Из того что В егэ Ну от плюс 5 Ну поставим окислитель ему Он уже спокойнее себя ведет Броматы Броматы Спокойнее себя Перброматы Тоже есть Тоже понятно Окислители Ну бром плюс Не знаю Гипобромиды Никогда в егэ Не встречал Ладно Давайте Плюс 1 Поставим тоже окислитель Хотя понятно Что вот эти Будут помощнее Чем этот И тоже Если в растворе Тоже нюансы Вам вот этого Достаточно Я думаю Для егэ Будет Хотя понятно Там есть Даже есть вот такой Вот такой оксид Там бром 3-8 Вообще непонятно Какая Непонятно Что такое Но Нюансы химии брома В егэ Не нужны Вот как бы Как бы Это база Вот они Йод минус Очень сильный Очень сильный Восстановитель Очень Это вообще Это просто Вот Ничтожество года Ничтожество Тысячелетия Он всех кормит Вообще Почти всех кормит Сам йод С нулем Ну Окислитель Потому что Делает И то Он разваливаться Будет Толстый Не держится И нужна Вам одна Такая у него Йод плюс 5 У него есть Плюс 7 Есть там Эти первые Йодат И есть Они существуют Эти маленькие Плюсы У него вообще Не очень Неустойчивые Мы о них даже Говорить не будем Вот Обычный Там аш Йод О3 Или Йодат Ну Окислитель Поставьте И он Обычно Когда вы кормите Йод плюс 5 Он на нуле Почти всегда Потому что Это такой попуск Что Такое Ничтожество Вот На нуле Обычно Останавливается На нуле Обычно Останавливается Этому Жить Трудно Он Очень Восстановитель Сильный До него Невыгодно Идти Так Ну Еще у нас Еще в 7 группе Марганец Да Марганец Ну Обычный Просто Восстановитель Марганец Плюс 2 Восстановитель Но не такой Активный Как Скажем Слаб Чем Феррум Плюс 2 Хром Плюс 2 Он Вот Вы Скажем Феррум Хлор 2 Приготовили Раствор Стоит он у вас Вы постепенно Будете видеть Облепиху Такую На дне То есть он Там кислородом Воздуха Постепенно Окисляется В трехвалентный Ион И гидролизуется И феррум Аж Трижды У вас Облепиха Вот эта Потихонечку Накапливается На дне Марганец Хлор 2 Хлор 2 Вы приготовили Раствор Он спокойно Стоит Там На воздухе Более устойчиво Он нормально Спокойно Стоит На воздухе Но при этом Вот что вы Феррум Аж дважды Высадили Осадок Он у вас Очень быстро Прям На глазах Будет Буреть Феррум Аж дважды К феррум Аж Трижды Переходить Также и Марганец У аж Дважды Вот гидроксиды Они вот Беззащитные Даже у марганца Они очень Такие Уязвимые Быстро Тоже будет Цвет Меняться С кобальтом Тоже Высаживали Ну кобальта Нет Такой красивый Синий Сиренево Голубо Синий Такой Какой-то Осадок Очень красивый Кобальт У аж Дважды Попробуйте Он прямо На глазах Будет Превращаться В какую-то Дрянь Серобура Коричнево Малиновую Какую-то Ну такое Серо Серо-бурое Что-то Такое Так и эти Будут быстро Именно гидроксиды Портятся Но в целом Двушка у марганца Более стабильна Чем таковая У хрома И у железа Трешка У него есть Но в ЕГЭ Не надо нам Четверка Шестерка Семерка Ну поставим Сильные кистители Они например Все хлор минус Загонят в хлор с нулем Тут у нас одно вещество Пиролюзит Марганец О2 Остальные Распадаются Там скажем Марганец хлор 4 Он сразу же На марганец хлор 2 И хлор 2 Если его специально Не замораживать Распадется Тут что Манганат И перманганат И перманганат Классический Ходовой Сильный Калий Марганец О4 Классический Ходовой Сильный Окислитель Если тут натрий Будет Ничего от этого Не поменяется Тут работает Марганец Семивалентный Ну и на 8 группу Отдельный Мы не будем делать Прямо здесь Сразу Напишем Нам оттуда Надо только Железо Нам оттуда Надо только Железо Феррум 0 Ну металл Восстановитель Феррум 2 Одно из самых Никчемных Веществ Поставим Очень сильный Восстановитель Я уже Вот только что Говорил Прямо на воздухе Портится Феррум 3 Слабый Окислитель Ну восстановитель В принципе Тоже может быть Феррум плюс 6 Здесь еще Феррум плюс 8 Такая окись Феррум О4 Но ее в ЕГЭ нет Нам ее не надо Тут вот Ферриты Типа калий 2 Там феррум О4 Это сильные Окислители И опять Железо Тоже очень любит Трешку Сюда он пойдет В кислой среде А так Голубые трешки Ну или голубые двушки Голубые шестерки Почему голубые Потому что Вот эти элементы Переходные Там железо Марганец Хром Они в раскрашенных Таблицах Да элементы У них обычно Такие голубые Клеточки Это в щелочной Среде В щелочной Среде Ну это понятно Тоже окислитель Не знаю какой силы Элезотическое соединение Свойства Не знаю Ну вот в принципе И все Субтитры сделал DimaTorzok